Ребята, всем привет! Это видео я решил немного по-другому заснять, не как обычно. Я буду одновременно и разговаривать, и снимать. Смотрите, какое блюдо я хочу вам предложить. Сегодня у нас жаркое по-домашнему. Это очень простое блюдо, а главное вкусное, недорогое. В общем, вперед дальше смотреть. Желаю вам приятного просмотра. Так, для начала я ставлю воду на газ. Здесь примерно литр. И доводим ее до кипения. Так, пока вода нагревается, приступаю к нарезке овощей. Беру картофель. Здесь у меня 5 картофелин весом 450 грамм. Их нужно нарезать крупным кубиком. Не обязательно, чтобы он ровный был. Вот, примерно вот такой. Кнежно кубиком это не назвать, но четвертинки. Все складываем обратно в воду. И убираем пока в сторону. Дальше беру репчатый лук. Одну головку весом 150 грамм. Это где-то средняя, ну ближе к большой луковице. И нарезаю крупным кубиком. Мельчить не нужно. Кто любит покрупнее, можно еще крупнее нарезать. Далее беру морковь одну. Весом тоже около 150 грамм. И нарезаю тоже крупным кубиком. Беру перец болгарский. Я его заранее почистил. Весом 100 грамм выходит. Если выйдет больше, ничего страшного. Все на глаз приблизительно. Его также нужно нарезать крупным. Все, можно положить все вместе на одну тарелку. Потому что это все вместе потом будет обжариваться. Ну и конечно же, для жаркого нужно мясо. Можно взять любое, какое вам нравится. Можете свинину, говядину, баранину можете взять. Я взял свинину. У меня здесь весом тоже полкилограмма. Чуть больше, но полкилограмма. Такая немножко с жиром. И ее тоже нарезать надо кубиком. Кубик не принципиально ровный. Какой получается? Зависит от формы мяса. Ну, где-то приблизительно такой. Все, мясо нарезал. Буду ждать теперь, пока закипятится вода. Вода мне нужна для того, чтобы снять кожуру с помидор. Здесь у меня три штуки. Они разного размера. Весом 400 грамм. Можете взять, в принципе, два больших или четыре маленьких. И сделать вот так нужно. Крест. Ну, кто мои видео постоянно смотрит, уже знаю, для чего это. Потом вода закипит, и я их опущу на несколько секунд. Так, вода закипела. Я опускаю у нее мои помидоры. Ну, буквально где-то на полминуты. Они большие, мясистые, поэтому с них легче снимется кожура. Если взять какие-нибудь там сливки, которые очень плотные, то их придется подержать где-то минуту. Все, полминуты прошло. Все, я вытаскиваю помидоры. И бегом под струю холодной воды. Все, вода эта не понадобится, нам нужно выключать. Вода нужна холодная для того, чтобы они просто быстро расстылили. И легче было снять кожуру. Все, помидоры уже слегка остыли. Они не были, в принципе, горячими. И можно с них снимать кожуру. Легко она снимается. После того, как обдали их кипятком. Теперь эти помидоры нужно нарезать крупным кубиком. Если у вас нет уж под рукой помидор, и вы не хотите их покупать, то можете заменить помидоры двумя столовыми ложками томатной пасты, разведенной водой. Это, я думаю, более будет по-домашнему, чем просто нарезанные помидоры. Ну, с нарезанными помидорами просто другой вкус. А там уже делайте, как вам удобно. Все, помидоры нарезал, пока укладываю их в тарелку. Все овощи нарезаны, мясо нарезано. Можно приступать к готовке. Ставлю казан на средний огонь и нагреваю. Наливаю где-то миллилитров 50 растительного масла. Жду, когда разогреется масло. Масло разогрелось, закидываю мясо. Мясо нужно обжаривать около 3-х минут. Через каждую минуту надо помешивать мясо. Чтоб не было такого, что одна сторона поджарилась, а вторая еще сыровата. Все, 3 минуты прошло. Закидываем овощи. Лук, морковь и болгарский перец. Все это так же перемешиваем. И готовим около 8 минут. Дальше по той же схеме. Через каждую минуту перемешивать, чтобы все равномерно готовилось. Итак, 8 минут прошло. Я добавляю к мясу и овощам нарезанные помидоры и картофель. Сразу же солю. Добавляю чайную ложку соли с горкой. Но это уже по желанию, по вашему вкусу. И добавляю красный молотый перец. Можете добавить черный молотый перец, но у меня его нет, поэтому я добавляю красный. Я его тоже очень люблю. Кидаю 2 лавровых листа и перемешиваю. Аккуратно, чтобы ничего у меня не вывалилось. Огонь немного уменьшаю, чтобы он ниже среднего был. И закрываю крышкой. И жду 15 минут, пусть готовится, пока под крышкой не перемешиваю. Так, пока готовится жаркое, я нарезаю 4 зубчика чеснока. Делаю таким образом, ну как обычно. Опять же, кто смотрит мои видео, уже давно запомнили, как я это делаю. Раздавливаю плоской стороной ножа и измельчаю. Если не хотите, так можете просто натереть на мелкой терке или через чеснокодавку. Все. Сильно мелко не нужно. Вот так достаточно. И мне еще понадобится, конечно же, зелень. Зелень можете взять любую, какую хотите, петрушку, кинзу, укроп. В моем случае у меня только укроп. И нарезаю его. Не обязательно мелко. Можно покрупнее. Все. Это нарезали. И когда у нас уже жаркое, будет готово. Ну и все это в конце добавим. Чеснок для аромата и вкуса. Укроп тоже для аромата. Ну и красоты. Итак, 15 минут прошло. Открываю крышку. Сколько у меня сока там появилось от помидор. Если вы разбавляете томатную пасту, ну берите где-то полстакана воды на одну столовую ложку. А так как у нас 2 столовые ложки томатной пасты понадобится на такой объем, то на стакан воды получается разводите. Выливаете. И думаю, такое же количество жидкостей получится, как от моего количества помидор. Все, добавляю сюда чеснок. Перемешиваю. Кстати, надо попробовать по вкусу. Картошка уже мягкая. Сейчас буду пробовать на вкус. Все, на соль и перец мне как раз то, что мне нужно. А вы там уже сами по вкусу себя добавляете. Если мало соли, добавьте еще мало перца, добавьте еще перца. Все, мое ложаркое готово. Я выключаю. И сверху засыпаю укропом. И пусть немного постоит. Ну что, пришло время кушать. Вкусное жаркое. Ароматное. И вкусное. Я этому блюду научился еще в студенческие годы. Когда было мясо, картошка и овощи. Всегда готовил жаркое по-домашнему. А какое еще можно блюдо приготовить? Только это. Получается и вкусно, и просто. И недорого. Ну все. Приятного мне аппетита. Ну что, пробуем наше блюдо. Картошка разваливается. Обалденно получилось. Мясо тоже мягкое. Вкуснотища. Все просто. Вкусно. Недорого. И по-домашнему. Все как вы любите. Ну что, друзья. Ему понравилось это видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...